Приветствую всех древних и новых богов, с вами Фен. Сегодня мы посмотрим на новую колоду, мою лично придуманную, ну точнее это адаптация деки Купера, в которой он использовал ОТК комбу через драконов. Я колоду немножко переделал, чтобы она была более доступная, потому что у нее в колоде используется механика слипов, здесь это не используется, здесь больше взят контроль. И колода, на мое удивление, учитывая, что это комбо дека, да, показывает неплохие винрейты. В какой-то момент я шел прям 12-0, потому что я играл на разных аккаунтов, да, то есть вот эта вот старая сборка, на которой 5-0, да, сыгранная, все игры сыграны в мифике, если что. По-моему, даже часть какая-то на ивенте еще была сыграна. Я постоянно менял колоду, поэтому там не совсем столько количества игр, игры сыграны где-то, наверное, под 30, и винрейт это 70, примерно такое, если прям совсем выбирать. В общем, сделал я очень много замен в этой колоде, потестил разные темки, сегодня посмотрим, почему я выбрал именно там ту или иную карту, да, и заодно покажу вам несколько геймплеев. И также прям фулл ОТК комбо, которая там за один ход сносит 40 хп, вообще без проблем. На самом деле сумасшедшая колода, такая полуфановая, если прошлая контроль смерти это был дикий рандом, то эта колода может, ну, реально такая играть, даже как полумедовая, потому что у нее много контроля, есть какие-то существа, для того, чтобы выходить в лейт. Короче, прикольная колода, эта сборка чуть подешевле, да, но финальная сборка уже подороже стоит, потому что тут и Марамак добавился, и Хелмна добавилась, но мы будем ее рассматривать, уже финальную версию, это вот то, на чем я сейчас играю. Наверное, даже буду следующий ивент играть тоже на этой деке, долго я хотел собрать себе смерть такую вот контрольную, но знаете, без вот этих слипов, где супер дорогие картонки, конечно, если бы у меня был бы какой-нибудь Апокалипсис, то эта дека была бы еще лучше, но Апокалипсис стоит 150 баксов, поэтому не вариант, тут и так колода не супер дешевая, если так посмотреть. В старой версии, ну, я буду немножко переключаться туда-сюда, да, в старой версии не хватало добора, да, поэтому было решено заменить и добавить скарабов, которые на самом деле очень круто работают против тоже контрольных колод, потому что мы можем им сжечь какие-то карты, это очень крутая тема, плюс вместе с вороками, ну и, конечно, нам нужны существа, чтобы потом Марамага реализовать. Он, не то чтобы его нужно всегда реализовать, да, но в этой колоде зачастую подлейт, ну, не хватает, то есть нет существ в руке. За счет скарабов у нас чаще всего остается существа, и из-за этого Ладон, типа, дешевле существ делает, и Марамаг становится играбельнее, то есть, ну, скарабы нужны. Конечно, можно было бы какой-то добор, типа, если бы у меня был бы Ум Толд, да, который там, по-моему, что-то там 40 баксов, по-моему, стоит, там, за одну ману заклинание, которое убивает твое существо, и, по-моему, две карты добираешь, то тогда да, но в целом, короче, собрал самый такой вот дешманский вариант. Ну, можно было бы еще дешевле, на самом деле, собрать, если там не брать какой-то рипер, можно взять, например, пятерку, которая уничтожает существо, плюс наносит тебе и врагу по два урона. Но есть некоторые, конечно, проблемы у этой колоды против десептов, против анубов, она страдает, причем, ну, анубов еще можно выиграть, но у вас с десептами огромная проблема. Мы просто в контроль десептов, который ворует у тебя какую-то ключевую карту, например, там, Триал какой-нибудь сворует, и все, Габелла. Ладно, давайте быстро посмотрим, что у нас вообще по итогу собралось. Собрались две Блайт-бомбы, ну, это, понятно, для контроля, для любого, да, то есть где-то кого-то ранили, 3 хп осталось, забрали. Флэшбайнды, изначально я играл вообще через две их, но потом все-таки оставил одну. Очень круто иногда спасает, например, если арес где-то по игре там не зашел, да, он в начале хода убивает существо, ты можешь похилиться просто на 7 хп за счет вот этой комбы. Играешь ареса, играешь флэшбайнд и хилишься на 7. Насчет двух аресов, я очень долго играл с двумя, они мне нравятся, я считаю, вообще мега недооцененная карта, потому что это фронтлайн, но без фронтлайна, да, то есть ты ставишь его на стол, и противник, ну, обязан просто в него трейдиться или отдавать в него какие-то ресурсы, да, лучше, конечно, чтобы потрейдился, но если ему не хватит каких-то, ну, не хватит там урона, то весь стол сгорает. И многие вообще не понимают, какие-то карты работают, они зачастую прям выставляют весь стол, ты за счет этого еще фармишь фейвор, короче, многие не умеют вообще играть против этой карты или вообще забивают хрены, такие смотрят, типа, 0.7, что она вообще делает, и не читают название, ну, не читают описание карты, вообще игнорят ее, а у них весь стол улетает просто в помойку. Ну, кто играл в Хардстоун, знает, что такое Вестник Рока, это тот же Вестник Рока, только тут в Готсах он за 4 маны. Короче, прикольный чел. Что дальше? Скорабы, как я уже и говорил, добор очень нужен, Ладон играет круче, Марамак играет круче, быстрее находим все нужные ресурсы, полезно, просто мастхэв. Они, конечно, дорогие, там по 3 бакса, но они того стоят. Курсетов Грид. Ну, наш ранний контроль любых там третьих, вторых, первых дропов, поэтому мастхэв. Ева невероятно круто играет против паладинов, поэтому тоже нужно заиметь просто паладины, природа очень сильно ненавидит эту карту, и многие не умеют вокруг нее играть, да, то есть они там как-то, короче, выставляют существа, они убивают его зомбаря, в итоге их существа бесконечно превращаются, превращаются. Тем самым мы уже выходим в лейт, а в лейте мы прям очень сильно можем разваливать кабинеты. Дальше что, Фанатик оф Кнум. Рамп, разгон по мане, их тут 4 штуки, да, или Асп, или вот этот вот Фанатик, то есть, ну, Фанатик сейчас подороже, он что-то там под 7 баксов, по-моему, стоит. Супер дорогая карта, хотя бы я не знаю, вот эта вот Асп, она дешевле. Я засунула обеих, и, в принципе, нормально, да, она разгоняет и противника, но, на самом деле, норм, чтобы быстрее там какие-то АУЕшки играть, типа курсы, да, микроскепторы. Как бы хотелось носить по одному микроскептору, но они всегда ходят только вдвоем, да, то есть одного, если возьмешь, ты никогда в жизни его не найдешь в колоде. Если у тебя два, то шанс повышается, и чаще всего ты его находишь там в третьей мании, а это наш отхил против всяких магов, против, ну, много всего, да, против агры, то есть мы постоянно спамим этого зомбя, если ударили им в лицо, то там уже зомби 2-2, призовется, короче, тоже крутается энергия, сильно помогает именно какую-то эрли игру пережить, и я очень много раз камбэкал за счет этих зомбей, и просто невероятно. В ироке. Играл я изначально с двумя, но сейчас, типа, два как-то не помещается, потому что много всего нужно, да, там два с кораба, нужно засунуть еще что-то, может быть, я бы одного с кораба убрал, добавил бы второго в ирока. Он, в принципе, норм, за 3 маны 4-2, там, дает картишки, ну, такой, то есть это опять под мил, то есть где-то мы можем его сыграть, добрать карту, потом убить его через флешбайн, еще добрать карту, у нашего оппонента горят карты, это все круто. Такая, по итогу, собралась датчика, что-то полумилище, полуконтрольное, короче, прикольно, не знаю, мне в последнее время прям нравится на ней играть. Ну, а Ресса, про которую я уже говорил, две опции, это, по сути, за 4 маны фронтлайн, который будет на себя забирать хоть что-то, и где-то под лейт, это чисто хил, то есть мы играем, ну, эта карта очень сильно ударяет по темпу, потому что противник не идет тебе в лицо, он пытается травить эту карту, а 4 мана такая мана, которую, ну, вот, ну, хотелось бы, да, как-то больше закрепляться на столе, а в итоге чел как-то не может выставиться нормально. Ну, если именно не четвертый, да, то мы, например, там, магу под 8 ману играем, он хочет поставить хилену, но он не может, он тратит какой-то контроль у этого ареста. Очень много эта карта может сделать, если грамотно ее разыгрывать, но нужно прям учитывать много всего, много всего, потому что, ну, 0 атаки, много чем контрится, да, там, но с другой стороны всегда остается вот эта функция, то есть похилиться на 7, и это здорово. Dust to Dust, это больше карта против тех же паладинов, против природы, потому что любые там, да, вторые, третьи дропы мы убиваем за 4 маны, это очень круто. Over the line, та карта, которая дает нам вот этот вот ОТК-ход, когда мы играем Ладона на 8 мане, да, но так как мы разгоняемся, то у нас чуть быстрее эта 8 мана появляется, и, соответственно, у нас потом Марамаг за 0, Дрейки за 1 ману, да, и мы ставим просто Марамага, ставим 2 Дрейков, и играем over the line, и, соответственно, сносим просто 26-34 урона. Это с учетом того, если Ладона не убили, да, точнее, наоборот, это без учета того, что Ладон тоже стоит на столе, например, против какого-нибудь там контроля, контроль паладина, который ему, например, ордер накинет, да, он с ордером все равно будет ходить в лицо, и то есть там можно 40 плюс урона нанести, буквально, если сыграть этого Ладона, в тайминг сыграть, и потом на следующий ход после Ладона ты просто выставляешь вот этих вот ребят, и они сносят лицо. Много раз, на самом деле, в образула меня спасал, чтобы похилиться, потому что, ну, например, у тебя там стоит хреново туча зомбей, хп немного, ты сходил им в лицо, ну, там, условно, у тебя там каких-нибудь 5 зомбей, да, потом кидаешь еще over the line, они еще раз ходят в лицо, и ты на 10 похилился, и это позволит тебе там два хода пережить, и камбэкнуть потом за счет просто больших существ, если ты там против какой-то агры играл. Арч, это тоже под зомбей, а то бы жить, очень быстро ее можно поставить, и далеко не каждый может ее законтролить, потому что бэклайн 7 хп живет против лайтнинг страйка, да, то есть, ну, 7 хп достаточно много. Поэтому ее сложно законтролить, и плюс она в бэклайне, то есть, нужно будет какие-то точные заклинания тратить, что-то такое, а учитывая, что мы через аспов и фанатиков быстро разгоняемся, то, соответственно, очень крутая карта, и стоит, типа, там, тоже супер дешево. Ну, и, естественно, если кто-то умирает, он призывает зомбей, ну, и когда-то его с самой, он тоже, там, по-моему, 3 зомбя призывает. Короче, полезно, чтобы доживать до лейта. Курсы, наши главные ауешки, на самом деле, я, может быть, и бласт сюда бы положил, который тоже, по-моему, за 6 маны, который убивает вообще все на столе, тоже полезно, но просто я не знаю, куда ее запихнуть. Может быть, еще буду как-то тестить, это такая более-менее первая сборка, но пока, пока очень успешно себя показывает, на самом деле. Я даже не ожидал, что настолько будет хорошо играть, но играется, как играется. Так, рип, хороший отхил, точное убийство, любые хилены, любые, там, вот эти лейтовые дропы отлетают просто за счет вот этого рипа, плюс еще хилишься на 4. Достаточно жестко, ну и недорого еще, там, по-моему, доллар стоит. Войд-дрейки под седьмую ману, любые существа с тремя хп просто отлетают против каких-нибудь, там, природ, зачастую очень сильно работает, или, там, паладинов, которые не успели пробафать, да, то есть у него стоит какой-то стол, он ждет, там, этот забав, чтобы он пришел, ты просто войд-дрейка кидаешь, и все отлетают. Гилд-инфорсеры, я триал пропущу, гилд-инфорсеры, ну, просто хороший пятый дроп, я играл без него, но есть проблема, да, это релик войны, которые ломают тебе лицо, поэтому нужны были какие-то фронтлайны, я одно время использовал здесь сити-планера, но потом понял, что нахера мне сити-планер, если у меня есть хелмнов в колоде. В принципе, хелмну можно заменить сити-планером, он дешевый, я играл с ним, нормально себя показывает, просто хелмну еще и хилит, она еще и фронтлайн, и потом, когда мы играем, ну, проблема сити-планером в том, что, когда мы играем триал, да, который призывает пятый дроп, шестой дроп, седьмой дроп и восьмой дроп, да, то есть за каждую ману призывает какое-то существо, и получается за пятую ману у нас призывался гилд-инфорсер, за седьмую ману, за шестую ману у нас арч призывается, за седьмую ману у нас призывался сити-планер. С добавлением хелмы Да, это 2.8 фронтлайн Но это уже хоть что-то Это фронтлайн сразу сходу Поэтому очень круто Играешь просто хелмну Атак призывался 7.7, да, круто по статам Но он без фронтов Если ты против какого-то десепта играешь Он просто нажимает на гилд инфорсера Условно говоря, обилку И остальными идет тебе в лицо А здесь еще с хелмной нужно будет что-то ему придумать Поэтому такой спорный момент Но тем не менее Ну и восьмые дропы у нас Или ладон, или марамаг Но триал работает в обе стороны Да, он с обоих войдов тащит Поэтому все равно можно что-то украсть У противника свой, да, и так далее Ладон, наша комба Наша финалочка За 8 маны 12-12 ставишь Противник к нему что-то сливает И потом просто выставляешь Вот марамага и дрейка Это наши такие добивающие существа И, естественно, комби Что это все с оверзлайн Но проблема в чем, да Когда ты играешь против контроля десепта Он у тебя может украсть этот оверзлайн Он может у тебя украсть там триал То есть у колоды Несколько Несколько вариантов на победу, да Ты можешь просто затюкать человека зомбями Потому что зомби это значит сложно отконтрить Потом у тебя просто большие существа И если больших существ слили У тебя есть триал Который призовет их обратно, да Такой вин кондишен Ну и если у тебя получилось собрать комбу Через ладону, то ты просто ваншотаешь оппонента То есть у тебя вот есть несколько вариаций Как прийти к победе В целом вот такая колода получилась Сейчас попробуем на ней поиграть Посмотрю, там уже поподробнее что-то порассказываю Поехала Котелла И у нас плохой матчап В воин Хотя это вроде бы контрольный воин Тогда бы я, наверное, курсу бы оставил Гилденфорсер может быть тоже Но нет Попробуем найти еще какой-то ранний контроль Ну чаще всего контрольные берут вот эту обилку Это может быть интересный матчап Если это не релик воин Ну навряд ли релик брал бы викингов Скорее всего какая-то Или может быть сейчас как-то популярно стало Медового воина собирать У меня хотя бы 2-3 Хотя бы что-то И скептер есть Но у нас начало очень хорошее Не буду просто давать ему допмана Плюс призову 2-2 Мне особо тут нужно было трейдиться А вот мне он даст Бейнаутов мизери Конечно страшно Ну окей У меня 2 курсы Даже 3 Вау Вау Блин мог с прокачкой на самом деле сыграть А, хотя нет, не мог Ну тебе надо было бы кристалл потратить 2-2 зомбари прям тащат Чила 2 мизери На старте Конечно мое уважение Конечно мое уважение Можно убить Наверное так и сделаем Чтобы он еще как-то там не забафал Плюс все равно зомбарь призовется Правильно Фулл хп вернули Кайф Больше бы разгона По мане на самом деле Можно было бы устроить Что-нибудь прикольное И добора на самом деле Мало пришло То есть его вообще нету Ладно Вариантов у нас нету Сейчас он на 6-6 играет Рип Ну который за 6 маны Да А нет Тады повезло Но у него все Эван существа Да 2-4 Блин Где все мои 2-4 Окей Ударься 6-6 Это было бы идеально Мы бы задоджили кучу урона Обыграет интересно или нет Не обыграл курсу Окей Значит мы пикаем Эван Отлично для нас Просто идеально Можно было бы конечно Купить антипушку Но Я наверное руну возьму Ну типа Чтоб не сломал мой скептер Но с другой стороны У меня есть второй Поэтому плевать Если он фейвер потратит Там на этого Челикса Давай как бы Так Очередной 3-3 Говноед Да 3 маны 2 маны 1 мана 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 Ту-ту-ту-ту-ту Мана Мана Но это плохо Кстати То что вард То что вард Это плохо Арч Или гилда Оставить Давайте все Оставим Так Бам Бам Или Бам 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 Да То есть Ну надо Окей Сделаем Так Я просто думал Может быть В 2-2 Удариться Чтобы у него Был Ну Неприятный Трейд Но такое Может быть Даже стоило В 3-3 Удариться Чтобы А он Фейс идет Что-то я не понял Ладно Ты же вроде Не Фейс Войн Какого хрена Ты идешь В лицо Так Окей У него 3 3-1-1-4 Блин 3-1-1-4 Плохо Объективно Зато Они все С фланком Да Но тут Не супер Много Урона Так Не Ну Это Конечно Отличный План Окей Не Если Это Сработает Но Это Не Сработает Окей Моромак Но мне Нужен Один Ход Дожить Да 1 2 3 4 5 6 7 8 И И И То есть Придет Карта 9 То есть Мне нельзя Ничего Играть Окей Если Я сюда Бьюсь Сюда Сюда Бьюсь Сюда Бьюсь Сюда Окей Не устраивает Не устраивает Просто чтобы Марамаг работал Я уже много раз Много раз обжигался Об него, когда у тебя 8 карт в руке Ты его играешь, и его не считать Как 8 карты, то есть у тебя получается 7 карт в руке, и он не наносит Эти 8 урона Что дичь полнейшая, как я считаю Не должно так работать, но вот так работает Это тупо 8, 9 карта Ну, кстати, я мог Марамага не тротить Сыграть его и Дрейка, но тут так вкусно, что Чел просто ливнет после этого Ну, как-то так Не хочу очень длинный видос сделать Поэтому, скорее всего Еще поставляю какие-то моменты Которые я заснял пока Ну, сидел ночью и играл Там прям все ОТК моменты Так что сначала пойдем откроем Сейчас паки, которые выпали за ивент А потом еще я сделаю пару вставок Как я играл на этой колоде ночью И там, правда, не будет вебки Но, тем не менее, то есть я попытаюсь Поозвучивать, потому что там очень крутые ОТК моменты получились Так что Еще увидимся Любимая рубрика Опенбака, да? Давно не было Перестала как-то их записывать Хотя мне в последнее время Достаточно много всего прикольного Падало Мне там Даймонд Картонка Недавно За позапрошлый ивент Упала неплохая Ну, посмотрим, что у нас сегодня Бам-бам-бам Блэйгард Дабл дилер Ну, пойдет Последний ивент я отыграл Более-менее По 9 побед на Ну, я примерно Одинаково отыграл на всех аккаунтах То есть примерно на 9 побед Ну, то есть там В Соларе где-то 13 сделал В Даймонде там, по-моему, 11 Отмечки 9 Так Блэдфлай пойдет Ну, мне, правда, на основе Это уже ничего не нужно Но, тем не менее Благодаря трейдботу Я уже Нафармил Много всего себе Но, тем не менее Пооткрывать не лишний А что за трейдбот Можете узнать у нас В Телеграме Воу-воу Два Rise of Dead Пойдет Я все думал Может быть в эту смерть Тоже засунуть Так, окей Обычные пакетчи Рарочки Точнее, обычные пакетчи Закончили Теперь рарочки Друидка Хантер Ну, такое Шляпа знатная Окей, что здесь? Ментор Варвейки Варвейки Фоксы Ну, и полная херня Полнейшая херня Импл Ну, бра Пойдет Ну, здесь тоже Шляпа какая-то Все какая-то шляпа И два эпика Так Так Плейн Захант Брейн Вочер И гидра Ну, ладно У-у-у-у Лучше Пойдет Габриэла Ой, Гориэла Здравствуйте 10 баксов Здравствуйте Пойдет с эпичного пака ну и нахера мне легендарный пак не он с эпиков падает и прошлый раз мне тоже не было легендарного пака и мне упала это diamond borrow который 20 баксов стоит нормально пойдет пойдет мое увлажнение просто четко 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 тоже мне вот вот этот выпал blade borrow diamond версия просто перекинул на второй аккаунт чтобы флексить на стриме потому что я отыграл на этой free to play окану супер дешманской колоде которую смог собрать на этом аккаунте ну кроме естественно не считая там вот этих я просто закинул фиолетовые картонки сосновы заменив обычные версии хотя у меня есть и обычные просто чтобы пофлексить так ладно паки и ничего супер хорошего ну коты до бюджеток пойдут о метаморфоза мета это кайф правда это еще нужно скрафтить но все равно это неплохо если я когда-нибудь какого-нибудь мага буду собирать мета играют в каждой колоде поэтому супер круто все голем и просто идите нахер и спелсворд кстати blast пойдет пойдет ведь тут тоже то же количество паков хотя этот аккаунт был соляре по моему пак сэшн пойдет что-то там вроде в районе доллара стоит ну может уже поменьше идет 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 что еще роутся чекпоинт ну он ни хрена не стоит ну шадов карта есть шадов карта эпически пенумбра очередная пенумбра ну ладно на этом аккаунте полная херня ну эвкос там что-то доллар стоил сейчас по моему центов 70 это вообще херня но блэйдбору он недорогой но ну окей игра09 пока папа папа белок нужно качет там том и скоро харвисы на папа блока уткачит понтамы к мы как всегда на стиле Мы растем как гидрофон Мы растем как гидрофон Тихаря открываем Вдруг что-то туда упадет Веспер Кстати, Веспер норм Ну такое Шляпенцы Сюда Вы могли спросить Почему у меня теперь такой микрофон Все потому что При переезде у меня сломалась звуковуха F Звуковуха, которая служила мне лет 10 Наверное Вот Поэтому если хотите поддержать мой канал Ссылка на донат есть в описании Можно через метамаск Картонками закинуть Ладно, шучу Ну прикольно Золотой агрессив